И вот именно в этом контексте, когда от связывания бесов, мистических каких-то вещей, которые говорит Иисус, плодов, Царство Божие, он начинает говорить здесь притчами. Кстати, часть богословов говорит, что именно здесь, после обвинения в непростительном грехе народа Израиля, существует водораздел. Водораздел методов обучения Иисуса, если от этого он учил ясно и понятно, то с этого момента он начинает учить исключительно притчами, причем для избранных, и он даже не пытается серьезно объяснять это народу. Так или не так, это не наша цель, выяснять эти систематические вопросы. Мы же пытаемся с вами понять, еще раз хочу повториться, что же это значило, что же эти притчи значили для народа Израиля того времени. И получал их много притчами, говоря, мы читаем из 13 главы Матфея, или же из Луки 8 главы, или же из Марка 4 главы, прямо начиная с 1-2 стиха. И получал их много притчами, говоря. Притчи это был очень излюбленный метод, при помощи которого раввины всегда учили. Считалось, что при помощи притч Соломона впервые Тора стала доступной для понимания народа. То есть притчи, сами по себе, это не был конспект богословского знания, но это был инструмент, который давал возможность толковать Тору или другие места Писания. Талмуд и Рувин. И Рувин – это один из трактатов Талмуда. Может быть, мы где-нибудь посреди курса, лучше позже, чем никогда, расскажем вообще, что такое Талмуд. Я вот говорю все время, Талмуд, Талмуд, Трактат, Трактат. Талмуд и Рувин, 21b. Каждый лист Талмуда, он имеет две страницы, а и б. В данном случае б, это указан, причем во всех изданиях оно сохраняется. Говорится следующее. Раба толковал. И сверх того, что Коэлит, Коэлит – это экклезиаст или Соломон. И сверх того, что Коэлит был мудр, он также учил народ знанию и взвешивал, и исследовал, и складывал многие притчи. Экклезиаст, 12b.9. Учил народ знанию – это значит давал понятные народу объяснения смысла заповедей. Взвешивал или уравновешивал в оригинале можно перевести как слово, связанное со словом «уши». То есть, как бы то, что давал тебе понять или услышать. До Шлома, или до Соломона, говорится в Талмуде, Тора, или пятикнижья Моисеева, была похожа на плетеный ящик без ручек. Он же приделал ей ручки тем, что складывал многие притчи, объясняя непонятные вещи на примере понятных. И плетеная корзина, ручки, отсутствие ручек – дело 22-е. Но суть состоит в том, что в этих словах выражено отношение народа к притчам вообще, и к притчам Иисуса в частности. Никто не воспринимал притчу Иисуса как рассказ, который имеет место быть. Нет. И никто не воспринимал его как пособие по богословскому изучению. Отнюдь. Это были своего рода намеки, аллюзии, ассоциации, референции, примеры, агадот, рассказы, которые должны были человека подтолкнуть к пониманию конкретных уже существующих библейских истин. Иначе они не воспринимались, иначе они не имели смысла. И Иисус начинает словами «вот вышел сеятель сеять». В иудейской традиции существует понятие «образ света», который был посеян от начала времен, или «ор зеруа», «зеруа» или «посеянный свет». «Зера» это «зерно». Это изначальный свет, существовавший в первые дни творения. И этот сеянный свет, который посеял Господь Бог, он с тех пор был заслонен, естественно, грехопадением человека. И вот этот образ распространения слова Господа Бога или света Господа Бога, он и есть, с моей точки зрения, то, что является основанием для всей этой притчи-притчи сеяния. И когда он сеял, иное зерно упало при дороге, налетели птицы и поклевали это зерно. Существовало предание о том, что в свое время птиц посылает на поля князь Мастема. Это другое имя для сатаны, это враг рода человеческого. И вот как описывают вот это. Значит, поля выглядели, ну, вот обыкновенные поля, и между ними шли дорожки и канавы, по которым мог проходить сеятель. Вот как описывают этот процесс похищения или посылания птиц для раскрывания зерен, книга юбилеев. В 37-й юбилей, в 6-ю седьмину, в первый год, взял он себе жену по имени Яосака, дочь Настега Халдейского, и она родила ему сына Фарага, в 7-й год этой седьмины. И князь Мастема, мы говорили с вами, это враг рода человеческого, послал воронов и птиц, чтобы они пожирали семя, посеянное на земле, чтобы произвести порчу на земле, чтобы они расхищали у сынов человеческих их произведения. Ибо прежде чем они запахивали семя, вороны подбирали его с поверхности земли. Посему он нарек ему имя Фараг, так как вороны и птицы обкрадывали их и пожирали у них семя их. И годы стали делаться неурожайными от птиц, и все древесные плоды они пожирали из деревьев, и только с великим трудом можно было в ивне спасти кое-что от всех плодов земли. И в 39-й юбилей, во вторую седьмину, в первый год, взял себе Фараг жену по имени Эдна, дочь Арэма, сестрину, дочь его отца себе в жены. И в 7-й год этой седьмины она родила сына, и он нарек ему имя Аврам по имени отца его матери, ибо он умер, прежде чем приобретен был ее и его сын. И дитя начало замечать греховность земли, как она была соблазнена греху через изваяние и нечистоту. И его отец научил его писать, и когда он был двух седьмин, то отдалился от отца своего, чтобы не поклоняться вместе с ним идолам. И он начал молиться творцу всех вещей, чтобы он спас его от обольщения сынов человеческих, и чтобы его наследие после того, как он стал праведным, не впало в греховность и нечестье. И пришло время посева для тех, кто засевает землю. И они вышли все вместе, чтобы стеречь свои семена от воронов. Обратите внимание, тот же мотив. И Аврам вышел с другими, будучи дитей четырнадцати лет. И налетело облако, или стая ворон, чтобы пожирать семена. Но Аврам побежал к ним, прежде чем они сели на землю, и закричал на них, прежде нежели они сели на землю, чтобы пожирать семена, и сказал, не смейте спускаться, воротите в то место, откуда прилетели. И они воротились. И они сделали так в тот день семью стаями воронов. И всех воронов ни один не сел где-либо на пашню, где был сам Аврам, даже ни один. И все бывшие около него на той пашне видели, как он закричал и сказал, воротитесь, вороны. И его имя сделалось великим во всей стране халдейской. Ну и так далее, и тому подобное. То есть идея о том, что вороны, посланные врагом рода человеческого, похищают знания, похищают святторы, она, естественно, была у еврейского народа. Поэтому, когда Иисус рассказывает им притчу о сеятеле, это не что-то такое, что они никогда не слышали. Что гораздо важнее здесь было, что он сделает с этой притчей. Как он повернет и что оно должно для них значить. И это большинство притч, которые мы имеем с Иисусом, они известны все. Они были все известны и они сохранились в реветских литературных источниках. Но и упало на место каменистые, где не было немного земли и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Вы знаете, в временной еврейской традиции или истории того времени, каменистая почва считалась слабо урожайной. Она даже освобождалась от заповеди сохранять края земли для бедняков. Вот мы читаем в книге Руфь, когда она приходит и ей позволялось, согласно традиции Торы, брать колоски из краев полей. Так вот, на каменистой почве, и это всегда должно было оставлять бедным людям в Израиле, так вот, каменистая почва, она даже освобождалась от подобной заповеди сохранять край полей для бедняков, потому что иной упала в Тернии, и выросла Терния, и заглушила ее. Говорит по этому поводу следующим образом. Ел ли я плоды ее не за серебро, и заставлял ли душу владельцев ее томиться? Тогда пусть бы вместо пшеницы всходил волчиц, и вместо ячменя кукол. Кончились слова Иова. Бедрши толкует это место как способность делиться благословением, отдавать десятину бедному. Если человек привязывается к своему богатству, то проходит внутренний лев, приходит и покушается на него, и когда вырастает вместо пшеницы Терния. Ну и иное зерно, естественно, падает на добрую почву, и оно приносит плоды во сто крат, и раввины говорят, что, естественно, это соотносится с духовным состоянием народа. Иисус говорит, что приходят к нему ученики, и говорит, да чего ты говоришь нам, вообще-то говоря, притчами. И он говорит им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножиться, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видят и не видят, и слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, с луком услышите и не разумеете, и так далее, и так далее, и так далее. Трактат Рош Ашана, Талмуд, 17b, говорит следующее. «Сказал раби Йоханан, велико раскаяние, ибо оно разрывает приговор, существующий против человека. Как сказано, оточнело сердце народа этого, и отяжелели уши его, и глаза его отвращены, чтобы не узрел он глазами своими, и не услышал ушами своими, и чтобы не поняло сердце его, и не обратился бы он, и не исцелился. Сказал раб папа, но может быть речь здесь идет о возможности раскаяния, только пока еще не вынесен приговор». И раби Йоханан возразил, написано и исцелиться. «Когда может идти речь об исцелении? Когда уже есть болезнь, уже есть приговор?» Ответил на это раб папа. «Если раскаялся до вынесения приговора, прощается ему». «Не раскаялся, даже если принес во всесожжение всех овнов новоенских, из Исаии 60-й главы, не прощается ему». «Нет здесь противоречия». В одном случае речь идет об одном человеке, а в другом о сообществе людей. «Если огрубело сердце человека, вот как говорит здесь Иисус, и с ушами с трудом слышит, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Продолжает трактат. Ответил ему раб папа. «Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа Бога твоего непрестанно на ней, от начала года и до конца года. Иногда к добру, иногда к худу. К добру как? Как, например, был весь народ Израиля виновен при 1-лете, и определено им было мало дождей, но впоследствии раскаялись. Добавить дождей нельзя, ибо уже вынесен приговор. «Но Всевышний низводит эти дожди в то время, когда земля в них наиболее нуждается, и в тех местах земли, в которых они будут наиболее полезны». А каким образом к худу? Как если Израиль оказался достойным, и определено ему было много дождей, но после отвратились. Можно ли отменить приговор? «Но Всевышний низводит дожди там, где земля не нуждается в них, и тогда, когда земля не нуждается в них». То есть Иисус говорит о пречах, на что будет похоже Царство Небесное, и он говорит, ну люди получают, они имеют приговор, но они на самом деле слушают, но они не слышат. Они зрят, но они совершенно не видят. И он призывает при помощи этого света, который должен быть посеян на духовную почву, понять, вы же, он говорит, выслушайте притчи о сеятеле, ко всякому слушающему слово о царстве, и неразумеющему приходят лукавые, и похищают посеянное в сердце. А сердце вот что означает посеянное при дороге. Иисус говорит о четырех видах учеников. Эта же классификация существует и в трактате Перкей. А вот существует четыре типа учеников, занимающихся у мудрецов. Губка, воронка, фильтр и сито. Это классификация раввина. Губка впитывает все. Воронку с одной стороны входит, с другой выходит. Фильтр пропускает вино, но задерживает осадок. Исито задерживает муку крупного помола, но пропускает муку тонкого помола. Поэтому разделение в этих притчах на какие-то категории слушающих, это вполне еврейское разделение. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово, и тотчас с радостью принимает его. Но не имеет в себе корня, непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас он соблазняется. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Корень – это символ укрепленности в Торе, фундаментального знания и, если хотите, признак нерушимости. Книга «Премудрость Соломона», не путать с притчами Соломона, говорит следующее по этому поводу. «Лучше бездетность с добродетелью, ибо память о ней бессмертна. Она признается и у Бога, и у людей. Когда она присуща, ей подражают, а когда отойдет, стремятся к ней. И вечности увенчанная она торжествует, как одержавшая победу непорочными подвигами. А плодородное множество нечестивых не принесет пользы. И прелюбодейные отрасли не дадут корней в глубину, и не достигнут незыблемого основания. Хотя на время и позеленеют в ветвях, но не имея твердости, поколеблются от ветра». Помните, мы с вами говорили, «колеблемый ветром» – это отрицательный символ. «И порывом ветров искоренятся. Некрепкие ветви преломятся, и плод их будет бесполезен, незрел для пищи и ни к чему не годен». В книге Сырин говорится, что потомки нечестивых не умножат ветвей и нечистые корни на утесистой скале. Иисус продолжает и говорит, «Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно». Рассказывается, что раби Ильезер в один из праздничных дней сидел и учил в доме учения. И когда первая группа ушла домой, сказал, «эти поспешают к чанам с едой». Когда вышла вторая группа, сказал, «у этих котлы». Когда вышла третья, он сказал, «у этих кастрюли». А когда вышла четвертая, эти пошли к кубкам. Когда вышла пятая, эти к мискам. И когда вышла шестая, сказал, «а это сыны вообще проклятия». Поднял глаза на учеников и сказал, «Дети мои, не о вас я это сказал, но о них ушедших, ибо они оставили жизнь вечности ради жизни будней». Совершенно глубочайшие мысли. Точно так же, как мы ходим в церковь. Вот ради чего? Один бежит к котлам, другой к кастрюлям, к мискам. Четвертый ради проклятия, но только те, которые остаются. Только те, которые имеют корни. Только те, которые на самом деле заинтересованы в Слове Божьем, а не привязаны к своим котлам. Вот те на самом деле только устоят. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. ТВ-семинария. Слово Божьем. Слово Божьем. Слово Божьем. Слово Божьем. Продолжение следует...